В Одессе открылась еще одна ультрасовременная стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета. Расположена она на Фонтанской дороге 23. Торжественное мероприятие посетила и наша съемочная группа. На Фонтанской дороге 23 в пятницу утром было многолюдно. Руководство Международного гуманитарного университета, студенты и преподаватели Одесского медицинского института МГУ собрались на открытии студенческой стоматологической клиники. Новая клиника призвана стать ведущим современным лечебным центром и мощнейшей учебной базой для будущих стоматологов. Площадь клиники – 200 квадратных метров. На ее территории располагаются пять универсальных учебно-лечебных кабинетов, предназначенных и для приема пациентов, и для обучения студентов. Учебные аудитории оснащены специальными фантомами. Есть рентген-кабинет и зуботехническая лаборатория. Это не мечты, это реально уже то, что есть сегодня. Сегодня наши преподаватели выезжают и читают лекции другим студентам, швейцарским студентам, австрийским студентам. Вы знаете, я думаю, вот такое направление, оно позволит заявить нам, что мы лучшее высшее учебное заведение и лучших врачей, в том числе и стоматологов, готовим именно мы, то есть наш международный гуманитарный университет. Особенность новой клиники в том, что на ее территории расположится центр парадонтологии, оснащенный самым современным оборудованием, в том числе австрийского производства. У нас появилась возможность открыть здесь первый университетский центр, вообще первый на территории постсоветского пространства, и сотрудничать со швейцарцами. То есть нам будут сюда приезжать лекторы, мы будем получать все новое оборудование, материалы, информационные, публикации зарубежные, для того, чтобы обучать на самом высоком уровне именно здесь студента. Это вот такие книги, которые идут с дисками учебными, вот их четыре. То есть мы показываем эти диски на занятиях, обучаем студентов. Вот это мировой учебник клиника лекаридонтологии и план Дентис-3, где современные все международные протоколы. В этой клинике сосредоточены все инновации, которые на сегодня существуют в сфере стоматологии. Кроме того, на базе клиники начнет свою работу лаборатория, где будут изготавливать зубные протезы с помощью 3D-принтера. Мы приобрели уже сканер. Следующим этапом будет 3D-принтер с целью изготовления и дивилизации зубных протезов. Все эти суперсовременные технологии позволят делать протезы на самом высоком уровне без участия зубных техников. Клиника предназначена не только для студентов-стоматологов, но и для студентов направления фармации. Здесь расположена специализированная аптека, где будут находиться все необходимые материалы и инструменты для стоматологии, лекарственные средства, лечебные и профилактические зубные пасты. Для многих студентов-фармацевтов эта аптека станет первым рабочим местом. Работать в клинике будут профессоры-доценты Одесского медицинского института МГУ, доктора высшей категории. Также к лечебному процессу будут привлекать студентов и интернов, которые к этому моменту уже обладают всеми необходимыми знаниями для оказания стоматологической помощи. В МГУ воссоздана полная вертикаль подготовки врачей-стоматологов. Поступая на первый курс и оканчивая додипломный этап образования, студенты получат диплом врача. Дальше есть возможность получить образование в интернатуре, специализации. И те, кто нашел себя не просто в клинике, а и в науке, продолжить образование и стать и кандидатами медицинских наук, и докторами медицинских наук в области стоматологии. Мы можем анонсировать создание ученого совета, специализированного ученого совета по специальности стоматология. Объект несет в себе еще очень важную социальную функцию. Здесь будет предоставляться бесплатная стоматологическая помощь всем социально незащищенным жителям Приморского района. Если государство не может, то Международный гуманитарный университет взял на себя вот такую ответственность и будет оказывать реальную помощь тем людям, которые нуждаются именно в этом. Напомним, более года назад на Академической 30 открылась первая студенческая стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета, где начал свою работу социальный проект по оказанию бесплатной помощи. К этому времени в программе приняли участие сотни одесситов.